лекция номер 9 вот она продолжим тему определение амплитуды и фазы синусоидального сигнала с помощью фурье преобразования в данной лекции мы рассмотрим применение фурье преобразования вот она первое это моделирование в программе excel в которой мы создадим синусоидальный сигнал и покажем как определять его амплитуду и фазу амплитуды и фазу и тема номер два это применение фурье преобразования в ч связи и конкретно широко распространенный вид модуляции о fdm о fdm модуляция далее мы ниже рассмотрим применение в ч связи по проводам давайте нарисуем воздушных лэп у нас имеется в ч связь и мы по этим проводам с одной подстанции на другую передаем какие-то команды допустим 10 команд автоматики как вот эти 10 команд передавать по в ч связи в каком-то узком диапазоне частот допустим 100 килогерц до 110 килогерц вот в этом диапазоне частот мы должны передать 10 команд автоматики с помощью о fdм модуляции в программе excel вот она в программе excel мы будем создавать входной синусоидальный сигнал давайте у это равен а 1 на синус омега 1t плюс фи 1 вот это у нас сигнал будет на входе где здесь время тит мы уже им умеем это делать создадим опорные сигналы опорный сигнал синус омега 1t и т перемножаем опорный сигнал этот на амплитуду на входной сигнал далее перемножаем этот опорный сигнал на входной получаем 200 до столбца перемножения и вычисляем сумму за период в каждом столбце вот здесь и здесь и по этим суммам вычисляем амплитуды и фазу синусоидального сигнала а именно что амплитуду и фазу вот пример который мы должны получить программе excel какая-то excel программа первый столбец это индекс второй столбец это время тит и умножить на dt dt вычисляется вот в такой формуле где 0 0 2 0 0 2 секунды это период t1 делить на n у нас 80 точек ну можно прямо сюда записать 80 и дальше вычисляем амплитуду входного сигнала амплитуду мгновенное значение вернее в момент времени тит амплитуда частота вот она частота омега 1 314 для частоты f1 равная 50 герц будем напоминать время и сдвиг фазы вот он фит и вернее это здесь не нужно как раз это нам не надо вот мы вычислим столбец наши мгновенных значений построим график он должен вот такой синусоида получится мы видим максимальное значение ровно 180 точек вот они а это период т1 мы это уже делали ну и далее все остальные пункты далее продолжим в программе excel моделировать фурье преобразование вычисления амплитуды и фазы вот заранее созданный excel файл поскольку вот эти вещи мы уже умели создавать на предыдущих практиках давайте посмотрим индекс от 0 до допустим 100 через единичку т и т вот она формула а2 это время умноженное на f5 это дт давайте посмотрим чему равно дт дт равно единица деленное на частоту f2 вот она умноженное на 80 это как раз 25 0 25 миллисекунды и следующий пункт это сам сигнал давайте на нее посмотрим вначале должна быть амплитуда вот здесь вот f8 вот она амплитуда 100 синус f2 частота умножить на 2 пи но вместо омега поставили умножили на 2 умножить на число пи пи это возвращает 3 целых 14 сотых умножить на b2 b2 это у нас время т и т плюс фаза f11 вот она фаза f11 и мы получили вот такой вот сигнал вот он мы видим что амплитуда у нас равна 100 как и положено вот она число точек 80 поскольку мы заложили вот здесь вот 80 точек в период и далее посмотрим что нам нужно следующих колонках моделировать входной синусоидальный сигнал мы уже сделали и нам нужно сделать далее опорный сигнал давайте повторим какие нам опорные сигналы нужны нам нужен сигнал синус омега 1 т и т и нам нужен опорный сигнал косинус омега 1 т и т и продолжим создавать столбцы с этими опорными сигналами программе excel ну давайте здесь мы обозначим как косинус отлично и он будет у нас равен чему косинус и дальше у нас будет у нас здесь 5 частота давайте поставим частоту f2 умноженные на 2 умноженные на пи только пи давайте по-русски наберем да и умноженные на время время у нас стоит и вот она скобка закрывается enter давайте мы поставим доллары в те места где есть колонка f это вот f2 единственная колонка 1 2 enter и протянем наш косинус у него амплитуда будет единичка как и положено для опорного сигнала вот так вот давайте мы его построим чтобы удостовериться нам нужно 80 точек значит до 81 вот так вот ставка графики вот такой график вот наш косинус 80 точек амплитуда единичка отлично давайте мы график удалим следующая колонка у нас будет синус давайте мы попробуем просто скопировать изменить здесь у нас будет синус здесь мы вместо косинус тоже впишем синус интер и протянем он далеко как и тоже построим ну давайте оба сразу чтобы видеть сдвиг между ними по фазе вот она 81 . 80 . поскольку мы со второй точки начали вставка график тра-та-та-та-та-та-та неправильно вторая колонка в чем дело а потому что здесь у нас умножить на c2 а должно быть время b2 когда мы копировали здесь место вот так вот давайте еще раз и 80 точек выделим вот так вот и построим мы видим то что нужно что мы видим синус косинус ряд 1 это вот этот вот ряд 2 это вот этот вот как раз все правильно пока давайте мы диаграмму удалим чтобы она нам не мешалось дальше что нам нужно дальше нам нужно входной сигнал перемножить на опорный сигнал он давайте здесь будем значит у умножить ну сначала косинус стоит сказать косинус будет здесь у нас будет напряжение напряжение умножить на синус отлично значит это легко равно сигнал умножить на косинус enter давайте здесь одновременно сделаем равно сигнал умножить на синус enter и оба протянем ну для любопытства давайте попробуем увидеть что же получилось в результате перемножения вот так вот нет повыше надо вот так и вставим график вот вот мы видим что ряд 1 это умножить на косинус это вот этот вот период мы видим что частота удвоилась и что мы видим давайте мы вот здесь у нас один период вот если мы суммируем за период то мы видим что что вот этот вот косинус он за нулится поскольку вот у нас ноль амплитуда положительно отрицательные положительно отрицательные и в сумме даст ноль а теперь умноженное на синус ряд второй мы видим что он у нас выше нуля весь у нас даст уже не ноль почему так потому что наш сигнал ровно синусоидальный у нас нету сдвиг фазы а давайте мы фазу сдвинем на 90 градусов так фаза у нас здесь фаза в радианах поэтому надо здесь что равно 3 целых 14 сотых делить на сколько это пол это 180 на 2 да ну давайте опа и мы видим что теперь у нас уже ряд 1 косинус стало выше нуля а ряд 2 стал весь занулиться если мы возьмем какое-то промежуточное значение давайте возьмем промежуточное 1 и 5 они мы увидим что появилась ряд 1 будет у нас положительный ряд 2 отрицательная сумма примерно как то так давайте фазу за 0 и диаграмму удалим теперь далее что нам нужно далее посмотрим далее нам нужно сосчитать сумму за период 80 точек обоих столбцов перемножение то есть вот надо этот столбец давайте выделим вот этот столбец и этот столбец отдельно вычислить сумму 80 точек ну давайте вот здесь где-нибудь напишем или вот здесь нет вот здесь сумма давайте косинус обозначим а здесь будет у нас сумма синус отлично отлично равно напишем сумм и давайте попробуем просто выделить а уже 2 и давайте попробуем просто выделить что нам нужно 81 да вот она отлично мы получили 0 что и хотели поскольку фаза у нас 0 и наш сигнал чисто синусоидальный здесь тоже напишем сумм и тоже выделим 81 точек 80 точек вернее по 81 опа вот так вот 81 отлично скобку закроем о 4000 и далее посмотрим что нам нужно сделать давайте вот эти вот вещи покрасим это наше вычисление так мы здесь здесь добавили нормировочный коэффициент и здесь добавили нормировочный коэффициент и в результате получили здесь 0 здесь сразу получили 100 нашу амплитуду и далее сосчитаем уже амплитуду из двух этих функций f1 f2 которые равен квадратный корень из квадрата этого плюс этого вот он е2 на е2 е2 на е2 и квадратный корень ну и тоже получили 100 давайте мы его покрасим другим цветом вот так вот и можем менять уже фазу вот давайте здесь поставим фазу по-моему был 157 опа здесь стало 100 здесь 0 все равно получили амплитуду 100 видите вздвиг на 90 градусов дает нам вместо сигнала синусоидального косинусоидальный 0 все остается давайте амплитуду попробуем поменять 50 мы получили 50 замечательно вот мы определили амплитуду дальше нужно определить фазу давайте посмотрим как определяется фаза фаза определяется как арктангенс f1 перемножение косинуса на входной сигнал деленное на f2 перемножение синуса на входной сигнал запомнили арктангенс f1 деленное на f2 где f1 это перемножение косинуса f2 перемножение синуса вот у нас перемножение косинуса это у нас перемножение синуса и давайте здесь напишем фаза она будет равна арктангенс 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 в арктангенс . знаете что нам надо вот это деленное на это ну мы получили 0 фаза у нас 0 давайте мы ее голубеньким покрасим и вот нашу фаза вот это вот так амплитуда у нас где вот она давайте мы зелененьким покрасим вот наш амплитуда 50 фаза 0 давайте попробуем здесь фазу поставить единичка получили 1 в радианах и здесь в радианах 010 , 1 получили 010 амплитуда не меняется давайте амплитуду поставим 100 вот что то есть мы первую часть нашей лекции выполнили что именно мы создали давайте начнем с индекса индекс время т и т которое равно индекс а колонка умноженный на f5 f5 вот он это дт который равен f2 умножить на 80 80 точек за период первой гармоники f2 из нас частота дальше получили сигнал состоящий из f8 амплитуды умножен на синус f2 это частота умноженный на 2 пи пи возвращает 3,14 умноженный на b2 b2 это время то есть синус омега т и т плюс f11 вот он фаза далее опорный сигнал косинус омега т и т синус омега т и т перемножили входной сигнал на косинус перемножили входной сигнал на синус нормировочный коэффициент 2 на 8 сумма перемножение входного сигнала на косинус нормировочный коэффициент 2 на 80 сумма входной сигнал перемножим на синус это у нас будет функция f1 f2 получили амплитуду корень квадратный f1 квадрате плюс f2 квадрате и фазу арктангенс f1 деленное на f2 вот принцип прямого преображования фурье когда мы из нашего входного сигнала определяем амплитуду и фазу и далее продолжим со второй частью нашей лекции